Здравствуйте! Складной нож Smith Mr. Blade предоставлен для обзора и прошедшего теста интернет-магазином империя ножей и nice.ru. Мы этим ножом уже порезали продукты и вскрыли консервную банку, в результате чего у нас на черном покрытии появились вот такие царапины. На самом деле я в этом не вижу совершенно никаких проблем, потому что я еще не видел ни одного ножа с черным покрытием, которое не царапалось бы при какой-то работе. При этом, как вы можете заметить, режущая кромка после вскрытия консервной банки и работе по овощам и курочки имеет довольно привлекательный вид, ровненько все. Вес ножа 156 грамм, общая длина 213 миллиметров, длина клинка 93 миллиметра, ширина 26 миллиметров и толщина клинка 3.5 миллиметра. Я в любом случае этот нож записываю в категорию EDC, это никакой, конечно, не тактик. Тактики у мистера Блейда совершенно другие, совершенно по-другому выглядят и сделаны немного иначе. Я имею ввиду линейку HT1, HT2. Сталь на клинке у нас 8 хром 13 молибден ванадий, показала себя очень достойно для такой, прямо скажем, бюджетной дешевой китайской стали. Нож себя повел неплохо на тесте. Ну и посмотрим, что здесь у нас получилось. Скажем, не идеально, но все-таки режет бумажку. Рукоять из G10 черной. Такая средняя текстура, не сказать, что цепкая, но и не гладкая. Такого среднего. Сделаны вот такие фигурные у нас выточки на рукояти. Четко выраженная подпальцевая выемка под указательный палец. Вместе с плавником флиппера и вот этим вот упором под большой палец получается, что работает довольно неплохо. Нож удерживается хорошо, нож удерживается комфортно. Единственное, я сразу скажу, что скорее это все-таки под какую-то небольшую ладонь или чуть меньше среднего, потому что вот мне здесь все-таки не хватает. Вот в этом месте не хватает рукояти. И тоже самое обратный хват. То есть я бы с удовольствием, конечно, здесь добавил бы себе еще сантиметра полтора рукояти, ну и сантиметр в клинок, то это было бы совершенно вообще иная картина, и мне бы это больше нравилось. Клипса на трех винтах, непереставляемая, черного цвета, то есть она издалека не видна, если сидит нож на кармане. И довольно высокая посадка. Я бы, конечно, хотел, чтобы клипса была вот в этом месте где-то, как это у нас у другого ножа из этой линейки Нормана. Видите разница? То есть здесь клипса сидит удачно, но она белая, ее видно издалека. Здесь, на мой взгляд, клипса менее удачно сидит. Отверстие под темляк, ну почему бы и нет, с учетом того, что можно просто красивый темлячок какой-то себе сплести, не обязательно там петлю делать для руки, потому что для такого, конечно, небольшого ножа делать полноценный темляк для удержания, ну это, наверное, излишне, на мой взгляд, будет. Самый главный косяк этого ножа, самый главный минус, на который я просто, честно сказать, он меня поверг в шок, это то, как затянут осевой винт. То есть я вот пробую флиповать, и нож не флипуется вообще. Винт осевой перетянут просто неимоверно, я надеюсь, что это просто какая-то вот особенность данного ножа, а не модели в целом. Плюс у меня нет даже инструмента для того, чтобы вот такой хитрый осевой винт ослабить. Сразу посмотрим, как у нас с центровочкой. Клин не по центру, смещен, вот если вот здесь смотреть, то получается вправо. Может быть это именно из-за того, что осевой винт перетянут. Два вот таких вот лайнера у нас. Здесь выточены отверстия с одной стороны для того, чтобы сделать нож легче. И с другой стороны несколько отверстий, вот видно. Аккуратные черного цвета боночки в количестве трех штук. И здесь по лайнерам идет такая не злая, но довольно приятная насечка. То есть эта насечка вкупе вот с этим вот упором, упором под большой палец и под пальцевым, она все-таки еще и держит большой палец. То есть ничего плохого я в ней не вижу. Рукоять довольно комфортная, но опять же она, вот лично мне субъективно, она немного маловато. Клинок у нас дроп-поинт, шпеньков нет, то есть по идее нож должен флиповаться легко. Но он, как я уже сказал, к сожалению не флипуется. Лайнер у нас уходит где-то на середину пяты клинка. Вот так поставим. Сверху у нас имеется фальш-лезвие, на мой взгляд это просто дизайн ради дизайна. Никакого какого-то практического назначения это фальш-лезвие не выполняет. Спуски прямые где-то на две трети высоты клинка и это очень неплохо. Нож действительно показал себя хорошо на кухне, то есть он режет. Сталь наша 8 хром 13 молибден ванадий, она по составу близка к стали АУС-8, но я все-таки предпочитаю говорить, что она близка по составу. Это не аналог АУС-8, она все-таки подешевле, она все-таки помягче и не совсем отвечает вот таким требованиям, которые предъявляются к восьмерке. Но при этом, как вы видели, только что нож резал консервную банку и режущая кромка осталась жива. Вот такая режущая кромка у нас аккуратная. Что еще сказать, скажем, резюмируя. Я считаю, что для своих денег стоит он 2200 в России, это хорошо, это нормальная цена для такого качества и для такой эргономики. В Европе он стоит 36 евро уже, на чешском сайте mrblade.cz. То есть я считаю, что 36 евро уже дороговато, но в Европе в целом ножи дороже, чем в России. Нож конкретно для EDC задач порезать, что-то где-то вскрыть, как-то вот что-то на карманчик. Я бы рекомендовал этот нож человеку, который, скажем так, для него достаточно важно вот по нормальной цене, более-менее приемлемое качество, чтобы не заморачиваться, чтобы как-то, ну одним словом, не тратить лишнее для того, чтобы просто порезать. Или, например, подарить этот нож подростку, который просто этот нож убьет за какое-то время, но может быть научиться общаться с ножом, научиться как-то подтачивать нож и потом будет приобретать себе более дорогие какие-то модели. На клинке у нас вот здесь такой вот логотип Mr. Blade, уже узнаваемый. И с другой стороны надпись Smith 8 Chrome 13 Molybden Vanadi. Что я могу сказать в целом? В целом, на самом деле, этот нож, он не производит какого-то такого впечатления, ну совсем ужасного, но это такой добротный, качественный, приемлемый Китай, то есть между этим ножом, вот ножами этой линейки и ножами, которые у Mr. Blade подороже, те же самые HT, тот же самый Eagle или Hawkum Havok, конечно, пропасть между этими ножами, то есть там ножи, несмотря на то, что они произведены в Китае, они просто отличнейшего качества, здесь это просто добротный нож за свои деньги. Плюс я могу добавить от себя, что, на мой взгляд, это самая удачная эргономика из бюджетной линейки Mr. Blade. Спасибо за просмотр, всего доброго! Спасибо! 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 ! Спасибо!